Всем привет! Вы на канале Relax Review. Сегодня я хочу вам показать новый аромат моей коллекции. Это аромат Peony от бренда Waikiki. Если честно, я понятия не имела, что эта компания выпускает ароматы. Недавно я решила пополнить свой гардероб всякими такими простецкими вещами, в основном для спорта. И когда я пришла в Waikiki и уже дошла до кассы, я обнаружила, что, оказывается, у этого бренда есть парфюмерия. На фрагрантике есть статья о 8 ароматах, но, к сожалению, статьи об этом аромате нет. Собственно, поэтому я и решила снять видео, поскольку почему-то про этот аромат я не нашла на фрагрантике информации. Нашла я информацию по нотам только на официальном сайте компании Waikiki. Это турецкий бренд. Конечно, в основном они занимаются производством и продажей одежды. Однако парфюмы у них тоже имеются. Большая коллекция. Я так поняла, что их больше, чем на фрагрантике представлено. Но, если честно, из того, что было на кассе, вот в том филиале, куда приходила я, это единственный аромат, который мне, правда, понравился. Ну, собственно, я его поэтому и купила. Но обошелся он мне всего лишь в 600 с копейками рублей или вообще просто в 600. Я не помню, если честно. Итак, аромат относится к группе цветочно-восточные. Ну, официально, хотя цветочная нота у него, по-моему, только всего одна. И это, кстати, не пион. Я не знаю, почему его назвали пиони. Может быть, это какой-то другой язык, но по-английски пиони – это пион. Я не знаю, почему аромат, где только жасмин, цветочная нота. Почему его назвали так, я, если честно, не понимаю. Открывается аромат фруктовыми нотами. Бергамот, мандарин, персик, ежевик, еще ягодка есть. Но, если честно, эти ноты очень быстро исчезают. Ну, как, впрочем, и бывает чаще всего со сладкими фруктовыми нотами, такими сочными нотами. Ну, они не могут долго сохранять свежесть на коже. К сожалению, это нужно очень так выверенно парфюмерию производить, чтобы вот эта свежесть оставалась, да, свежесть сочных фруктов. Однако, по большей части, это все-таки аромат сандала и ванили. Очень вкусное сочетание. Давайте я вам брызну. Раз, два, три. Оп. Не знаю, видно, нет. Решила поделиться настроением. Мне безумно понравился этот аромат. И я очень рада, что я нашла что-то в бюджетном сегменте, что мне действительно пришлось по душе, поскольку в прошлом году, весной, кстати, да, вот ровно год назад был карантин, и у меня было очень-очень много видео о бюджетной парфюмерии, потому что все магазины были закрыты. Покупать вслепую, извините, это не для меня. Я человек недоверчивый. Я никогда ничего не покупаю вслепую. Ну, так вот. И я очень тщательно пыталась изучать продукцию, например, в магнит-косметику, парфюмерию, поэтому, если вы не смотрели, можете у меня на канале найти ролики из серии бюджетная парфюмерия. А какие-то из тех ароматов я приобрела, но какие-то ароматы, да, я просто их изучила, но я почувствовала, что это недостаточно качественно, чтобы этим пользоваться, и поэтому не приобретала. Здесь я могу смело рекомендовать, потому что все-таки это Eau de Parfum, кстати, парфюмерная вода. Я удивилась, что, в принципе, стойкость более-менее. На одежде стойкость вообще прекрасная. Чего не скажешь, к примеру, о бронобанане. Вот сколько бы ты не пыталась ароматизировать свой шарфик или кофточку, но не держится даже на ткани. Этот аромат прекрасно держится на ткани весь день. Ну, нужно, конечно, так хорошенько, так сказать, его нанести, но если это сделать, аромат будет с вами прям до вечера. Я сегодня поставила эксперимент. Утром я свою футболку, которую я на работе надеваю, я ее, прежде чем положить в сумку, оросила этими духами. Когда пришла на работу, переоделась, да, я, естественно, почувствовала. Но и вечером, когда я пришла с работы и сняла этот роб, эту рубашку, я все еще чувствовала аромат на себе. И это очень хорошо. В принципе, да, вот прочие ноты, кроме сандалы и ванили, вот для меня, по крайней мере, на мне, они раскрываются больше всего. Я люблю такую комбинацию запахов. И я вам честно могу сказать, что этот аромат пахнет люксово. То есть я не скажу, что он бы дотянул, ну, не буду говорить, что, к примеру, если бы это залили в флакон, ланком, это бы продавалось бы так же. Нет. Но такой аромат мог бы продаваться, ну, тысячи за три очень-очень спокойно. То есть в ценовом сегменте, там, вот, двух до трех тысяч рублей, вот люксовые ароматы, вот, примерно такой ценовой категории, вполне возможно, этот аромат мог бы продаваться еще лучше. И людям казалось бы, что это замечательный люкс. В общем, если вы не знакомы с этим ароматом, я его рекомендую. Если вы не знали, что у Айкики есть парфюмы, и вы периодически заходите в этот магазин, то обратите внимание, может быть, вам понравится что-то другое. Мне будет интересно узнать, потому что вот так, что мне больше ничего не понравилось, не значит, что там больше нет ничего интересного. Если вы тоже были в магазине и что-то приобретали, то пишите в комментариях, мне будет интересно послушать. Если у вас этот аромат был, или сейчас вы им пользуетесь, расскажите об этих впечатлениях своих. Я вот как раз его себе купила на весну, вот на эту погоду, хотя в Сибири весна только в календаре, если честно. У нас все еще снег и все такое. Ладно, не буду портить вам настроение. Рассказываем о погоде в Сибири. Большое спасибо за просмотр. Буду рада видеть вас снова. Рассказываем о погоде в Сибири. Продолжение следует...